МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, а также мастер спорта международного класса, вратарь футбольного клуба «Торпедо», лучший кубок городского круголюберца по футзалу. Сегодня мы, кстати, разберемся, что такое футзал. Некоторые не до конца понимают. Николай Владимирович Безрученко. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну, во-первых, сразу же кубок у нас стоит. Это приятный. Он такой почти как а-ля чемпионат мира. Как минимум. Сделан красиво. И вручали его вам. Я так понимаю, совсем недавно это происходило? Да, 1 апреля. А за что? По каким результатам? Меньше всего пропустили или просто игра понравилась? Видимо, игра понравилась. Но я так понимаю, что Сергей Владимирович сказал, что было голосование команд. Вот они, скромные футболисты наши. Ну, я, наверное, поясню. Да, давайте. Да, у нас, как правило, определяется в кубке лучшие игроки финала. Но есть одна награда, которая стоит особняком. Это лучший игрок турнира. Завис турнир. Да, Завис турнир, который показал прекрасную игру. Неважно, атакующую, в защите, либо защищал ворота. Главное, чтобы на поле выходил. Правильно? Самое главное, да. Ну, и Николай у нас показал, что значит настоящий профессионал, который играет в воротах. Ну, и давайте мы сейчас, мы обязательно к Николаю вернемся, потому что к вратарям у нас всегда то ли любовь, как-то стопроцентно, то ли все. Да, я понимаю прекрасно. Я когда маленьким был, тоже часто на воротах стоял. Но по другой причине. Я был большой, меня ставили в ворота. Хочешь, не хочешь, по-тебе. Ну, давайте поговорим немножко. Футзал. Футзал, вот, какое-то такое новое слово. Вот, может быть, поясните, что это такое. Я поясню. Так как я... Многостоножник. Ну, да, являюсь мастером спорта международного класса в обоих дисциплинах. То есть мини-футбол, который у нас под эгидой УЕФА, это более молодой вид спорта, но он более динамично развивается. Вот, в этом виде спорта я бронзовый призер Суперлиги. Россия. Суроверство России. И, кстати, в составе Югорского клуба, который у вас здесь арендует зал. Так. В Либерцах. В Либерцах. В Либерцах, да. Вот. А также чемпион мира среди студентов признавался. А в футбол в залах я многократный обладатель кубков УЕФС. Чемпион Европы. А в чем разница футбола? Разница, я объясню. Футбол, это как бы переводилось раньше, как футбол в залах. Эта игра возникла в Южной Америке. И у них своя федерация, она более такая своеобразная. Мини-футбол же возник чуть позже. Но... Под эгиду УЕФА. Под эгиду УЕФА. То есть тот же футбол, только мини. Нет, да. Немножко другим. Немножко начальники, но только немножко другую. Да. И футбол стал более динамично развиваться из-за того, что УЕФА продвигала. Продвигала. Продвигала, да, поддерживала. И, соответственно, спорт стал более зрелищный. На самом деле, и в последнее время, даже под эгиду УЕФС, которые соревнования проходят, они уже больше к мини-футболу подходят. То есть та самобытность, которая была... Там раньше мячи были, тройка, которые невозможно было ударить с подъема. Такие-то хорошие. Но эта игра до сих пор очень хорошо развита в Латинской Америке. Вот футзал именно, который в футбол-залах, не мини-футбол. А мини-футбол во всем мире. Вот я так скажу, до, по-моему, 10-го года. Даже в Испании играли еще по футзальным правилам, по старым. Когда-то аут руками бросали. Кстати, есть же еще и пляжный футбол. Мы там тоже, кстати, я имею в виду, в России неплохо выступали. Более чем. Более чем. Последний чемпион мира последний. Пляжный футбол, да. То есть это все разновидности. То есть набор игроков один и тот же, один вратарь, четыре в поле. Ну, свои нюансы в каждом виде спорта есть. Ну, немножко не так, как в большом футболе, о котором мы сегодня говорить все-таки не будем. Хотя, вот, вопросов там много. Мне кажется, что как раз вот в этом классе, да, тут уже вопрос к руководителю федерации. У нас как-то почаще побольше как-то успехов, я имею в виду, на всех уровнях, да, и на городских, и на областных, и на международных. Потому что, ну, не зря я там вспомнил пляжный футбол, я помню, с удовольствием его, кстати, смотрел. Потому что, во-первых, пляжный. В ощущении, что ты переносишься, где-то сидишь вместе там, смотришь на берегу. А во-вторых, что, ну, мы же все как-то когда-то играли в футбол, и в том числе и в залах каких-то, и так далее. Конечно, совсем другая динамика. А вот большой футбол, это уже какая-то такая история надолго, да. А сколько сейчас, кстати, идет тайм в футзале? В футзале обратно вернули по 20 минут. Чистого времени? Чистого времени. Если до этого лет 5, по-моему, или 6, да нет, сколько, когда генерация была? Ну, лет 5, да, последних играли 25 чистого. 25 минут чистого времени играли. Ну, все-таки, возвращая вопрос, правда, что вот у нас лучше, больше успехов-то вот в этом виде футбола? Или я не правду? Ну, безусловно, да, то есть мы все прекрасно знаем, что сборная России добилась в мини-футболе, а сейчас это называется футзал. Официально переименовали буквально в этом году. Это вид спорта. Наша сборная была? Первый чемпионом Европы. Первый чемпионом Европы. Кстати, как и в большом футболе. Ну, с тех пор серебро, бронза на мире, на Европе как бы у нас стабильно. Сейчас у нас тенденция пошла хорошая, ребята поехали за границу, первые ласточки, у нас Ниязов, Чешкало. Футзал, да? Да, футзал в Португалии играли. А раньше не было так? Ну, раньше как бы не принято было там, допустим, и у меня когда-то были там предложения, можно было уехать в Испанию. Ну, у нас довольно-таки сильный чемпионат был и финансово составляет. Да, и финансово составляющая как бы такая, то есть немногие рисковали уезжать, и немногие, немногие... Слушайте, приятно наслышать, что кто-то когда-то не уезжает за границу, особенно в те времена, когда, ну, могли, просто, что называется, перекупали буквально. Ну, хорошо, Сергей Иванович, вот давайте немножко про этот турнир, как он проходил, какие правила, и вообще команды, все-таки у нас сидит главный, скажем так, игрок, но были команды, какая-то серьезная борьба. Вот, и счет такой финальный, ну, понимаете, что для футзала это нормальный счет, да, 5-3, вот, но тем не менее, как все проходило? Ну, я начну, наверное, с того, что, в принципе, в Люберцах мы в этом году впервые организовали подобные соревнования, то есть мы стартовали зимой первенством городского округа Люберца, в первенстве приняло участие 8 команд, которые играли по круговой системе, каждый с каждой, ну, и, соответственно, 9 команд в РУ, да, 9 команд, 8 лучших, составили пары плей-офф, и дальше бились за Главный трофей чемпионов, ну, первенства. Значит, получается, что приели три первых места, первое место заняла команда Новокраскова Дизельхард, второе место ФК Альянс, это ребята из Томилина, вот, а третье место команда Урожай, тоже Томилинская бригада, грубо говоря. Вот, да, и поскольку турнир проходил у нас здесь, в Триумфе, а Триумф вообще, в принципе, считается одной из самых лучших арен в России. Кстати, и плакат тут огромный висит всегда. Да, 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 но она реально, да, классная арена. То есть продуманно устроилась, да, в том числе и для... Ну, изначально же для баскетбола устроилась, для женского. Ну, похоже, что все равно, этот зал, да, спортивный. Да, прекрасная арена, прекрасный паркет, прекрасная обстановка, и, ну, не так давно, года три назад, тут проходила Лига Чемпионов, финал четырех, здесь были гости из Испании, Португалии, которые играли с Газпромом здесь, поэтому играть... Им понравилось? Более чем. Более чем. Играть в такой атмосфере, на такой площадке, ну, для наших местных команд, ну, это, ну, такая хорошая репутационная составляющая. Закончилось первенство, ну, и поскольку прошло все на ура, все очень хорошо, все были довольны, и организаторы, и участники, вот, решили, было принято решение провести еще кубок городского куга-люберцы по олимпийской системе, предварительно сделав слепую жеребьевку. В турнире уже приняло участие не 9, а 12 команд, то есть, скажем, репутация первенства их... Приподняла, как бы, все это что? Да, приподняла желание, и несколько молодых команд. Которые только-только тоже начинают первые шаги там в футзале. Это ребята и воспитанники нашей комплексной спортивной школы Олимпийского резерва для команды было. Молодежь со стадиона Урожая, они тоже приняли участие с удовольствием в этом турнире. Ну, то есть, они еще же называются прям пух, кровь с молоком, да? Да, да. Они попробовали свои силы, но у кого-то получилось лучше, у кого-то хуже, но фавориты, как оказалось, были те же. Ну и, соответственно, вот новая команда, которая появилась, ФК Торпедо, это команда друзей, опытных ребят. Название «Хорошо забытое стадо». Да, да, да. Все мы прекрасно знаем традиции торпедов здесь, в городском округе любятся, и было принято решение, что вот мы под эгидой как раз Торпедо выступим. У нас же стадион Торпедо. Да, сейчас Кокарского, он под реконструкцией, очень ждем, когда он уже запустится, это будет начало следующего года, вот. И вот команда Торпедо, которая достаточно уверенно, мастеровита на опыте, как говорится, дошла до финала и встретилась вот с действующим победителем первенства в финале. И вот... В тяжелой борьбе? В тяжелой, в тяжелейшей борьбе, да, в тяжелейшей. Ну, за две минуты до конца Торпедо еще проигрывала, за три минуты до конца проигрывала 3-1, сравняли счет. Ну, вот, к сожалению, немножко не хватило. Сравняли, а потом почувствовали, что сейчас уже хорошо, и вдруг опять. Потому что в футболе так бывает, в футболе может быть все что угодно. Вот такой вопрос, вы сказали по поводу молодых команд, вообще, какой возраст участников турнира, я так понимаю, он немножко не такой, как в большом? Ну, поскольку это абсолютное, так называемое, там, первенство и кубок, да, там принимают участие. Мужские команды, то есть... Вот до возраст какой? Ну, у нас в кубке приняли участие ребята от 15 лет. До? Кто самый старенький? Ну, вот самый старенький на нашей команде был Сергей Типолухов, да, ему 47 лет. А, ну, для футзала, наверное, это вполне себе нормально. Ну, для местного уровня более чем, поэтому... Николай у нас тоже не совсем молодой, он внешне молодой, а воружение... Хороший комплимент, я сейчас доделаю. Николай, я как тезка. Но очень опытный вратарь, поэтому... Для вратаря, знаете, вообще говорят, возраст не существует. Согласен. Конечно, во второй части мы поговорим немножко вообще о самих игровых этих важных моментах, потому что вратарь для команды и так далее. Ну, вот мастер спорта международного класса, да, Николай, скажите, что вам дает футбол? Вот вы, как говорите, оказывается, даже, в принципе, отказались, сейчас прямо это вот в тему, да, отказались от того, чтобы куда-то там поехать дальше. Это для вас что? Профессия, зарабатывание денег, удовольствие или все вместе? Ну, я так скажу, футбол, это часть жизни уже неотъемлемая. Я думаю, что от этого никуда не деться. И, получается, в свое время также отказался из-за семьи от тренерской карьеры, то есть, типа, суперлибин. Ну, вернулся домой, сейчас вот работаем в университете преподавателем. Но играю очень... А вы преподаете что? Физическую культуру, доцент, кафедра. Вот. Ну, футбол неотъемлемая часть моей жизни, просто я без него себя не представляю, на самом деле. А не жалеете, что тренером-то сидеть, переживать? Нет, у меня такая философия, как бы, что мы там, где мы есть. Это да, да. Но в тренерской работе что хорошо? Ты всегда знаешь, что я бы сделал лучше, а они как смогли. Нет, нет, нет. Тренерская работа, она немножко неблагодарная. Ну, потому, ну, тренерской работой я как бы занимаюсь, а детишек тренирую, там, вратарей. И сборная университета, она неблагодарная абсолютно работа. Так что... Ну, доцент, который просто готовит физически развитых людей, это же хорошо. Это великолепно. Вот на этой первую часть мы заканчиваем. Напомню, что сегодня у нас в гостях футбольные, так сказать, люди. Люди, которые имеют непосредственно отношение. Сергей Владимирович Стреколовский, руководитель федерации футбольного городского округа Люберцы. И Николай Владимирович Безрученко, мастер спорта международного класса, вратарь футбольного клуба «Торпеда», о котором мы сказали, лучший игрок Кубка городского округа Люберцы по футзалу, который вот совсем недавно прошел. Сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся в студию и продолжим разговор, конечно же, о футболе. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, Сергей Владимирович Стреколовский, руководитель футбольной федерации городского округа Люберцы. Николай Владимирович Безрученко, мастер спорта международного класса, вратарь футбольного клуба «Торпеда». Такое знаменитое легендарное название. Лучший игрок Кубка городского округа Люберцы по футзалу. В первой части мы рассказали о футзале. Давайте сейчас такой вопрос, прежде всего, адресую, наверное, Сергею Владимировичу. Как у нас вообще сейчас с футболом дела? Все-таки вы руководитель, и мы же понимаем, что какая-то изоляция присутствует, я имею в виду и в большом футболе и так далее. Или на футболе малых форм, назовем так, это меньше сказывается? Ну, если мы рассматриваем все-таки глобальные вещи, наши такие локальные войны, грубо говоря, то у нас-то плановая и системная работа ведется из года в год. У нас количество команд, которые принимают участие в различных соревнованиях по футболу, не снижается, только увеличивается. И ближайшие муниципалитеты, которые окружают Люберцы, с огромным удовольствием принимают участие в наших региональных первенствах. Это Луткарина, это ребята из Держинки, это ребята из Котельников, которые с удовольствием принимают участие у нас здесь. А кто у нас там лидер в этом футбольном единоборстве? Ну, если мы сейчас с вами говорим о взрослых, мужских командах, последние два года в нашем открытом первенстве пока лидируют уверенно, причем, команда из Луткарина. Вот, они последние обладатели и кубка, и первенства, и в прошлом году они очень успешно выступили и в областных соревнованиях, и в этом году принимают участие в Лиге А. Для нас определенный успех, даже сколько не для федерации, а для нашей территории, городского края Люберца, потому что в этом году у нас целых четыре команды принимают в областных соревнованиях, причем прописку получили команды, которые ранее выступали в Москве. Они решили, что будут участвовать в соревнованиях самого высокого уровня, находясь на нашей территории и базируясь на наших стадионах, таких как «Электрон». Хорошая инфраструктура, хорошая площадка, хорошее отношение, грамотное взаимодействие. Ну, позволяет командам даже из Москвы здесь... Ну, и плюс еще же торпеды должны появиться обновленные. Да, все мы ждем торпеды, потому что это, ну, главная арена наша. Фишка будет, должна быть фишкой, да. При всем том, что там еще будет поле с подогревом, и у нас круглый год появится зеленый искусственный газон, который, ну, еще больше будет... Выходить до игры. Да? Да, да. Хорошо. Николай, вот тут не могу, конечно, не задать вопрос, потому что в футболе вратарь и игрок. Вы когда начинали свою деятельность, прям сразу с вратаря или нападающих они? Защитник? В полузащите игрок. В полузащитник? В полузащите, не угадал, в трех раз. Да. А почему стали вратарем? Лень бегать? Нет, в один прекрасный момент мне надоело, что нас вратарь все пропускает. Я тренер говорю, давай я попробую. А, по какому принципу? С тех пор пробую. С тех пор пробую. Ну, вратарь у нас был... Ну, это в детстве было давно. Нет, ну, я имею в виду, вот, он же как-то увидел, вы могли отказаться сказать, какой я вратарь. Нет, я буду играть что-то. Нет, я сказал вратарь тренера. А, вы сказали сами, что хотите. Ну, а чем отличаются? Объясните мне, вратарь от игрока. Многим отличаются. Ну, вратарь, прежде всего, это психологическая устойчивость, это стрессоустойчивость, разница в подготовке, разница в движениях. Если, допустим, любой игрок, игроки почему устают? Потому что двигаются. У них в основном усталость физическая. В артерианах, наоборот, усталость в основном психологическая, потому что концентрация на мяч постоянно у тебя, движение. До сих пор вспоминаю матч. У нас был, вот я играл в Защёлково против Егорска, кстати, там у меня, когда Рабиниев играл. Они играли весь, там, тайм весь пятером. То есть, просто мяч катали по кругу, так, раз, два. Я после тайма вышел, ноги не ходят, потому что ты всё время в напряжении, всё время за этим... Откуда прилетит. Да, да, и за этим мячом ходишь, ходишь, смотришь. Ну, вратарь, ну, вы сами говорите, позиция особая, как бы, то, что... Крайняя позиция. Крайняя, да. И ошибки вратарей намного виднее, намного заметнее, чем ошибки игроков. А вы ведёте какой-то счёт пропущенным мячам или каким-то там невероятным? Нет, уже не ведёте. А пенальти? Это же особое? Пенальти, ну, да. Вы скорее берёте пенальти или скорее это пенальти? Давно не били. Давно? Да, я просьба прозвучала для соперников. Но я, понимаете, спрашиваю сейчас от всего сердца, почему. Потому что я говорил до начала программы, что вратарь – это такая интересная должность, что ли. Как только ты случайно или после многих лет тренировок правильно поставил ногу, которая билет золотой, железной, платиновой, и мяч отлетел, ты спас кого-то. А если бы ты чуть-чуть не донёс ногу или чуть-чуть перенёс, то, конечно, всё. Значит, всё, плохо, надо менять и так далее. И это такая невероятная ответственность. И поэтому, наверное, вдвойне приятно было получить всё-таки вот эту награду. Пускай она может быть не европейского или мирового уровня, но всё равно. Мне кажется, что для вратаря это особенно важно. Тем более игроков столько много, нападающих, сколько красивых мячей. Да, он получил вратарь. Наверное, хорошо сыграл. Не позволяет скромно. Давайте мы сейчас, Сергей Владимирович, арестнули вратарю-то дать. Что, игроки плохо играют, что ли, или вратарь классный? А какой сложный вопрос? Ну, давайте так. Ну, так или иначе, мы все в нашем виде спорта профессионалы. Мы наблюдаем действия игроков, неважно, в нападении, в защите он играет, либо обороняется. Технологичность. Да, да. Но просто все матчи, которые провёл ФК «Торпеда», они же были очень-очень насыщенные в части нагрузки и очень ответственные в части в обороне. И в части названия, кстати. Кстати, да. Оно, мне кажется, давило на какой-то тайге. И все игры были выиграны в один-два мяча, причём так получилось, что сетка попала «Торпеда» самая тяжёлая. Все самые опытные и известные команды как раз на путина. Группа «Убийка» как это, убийца, да? Группа «Смерти». Группа, да, да. Как бы, да. Там, получается, дорога «Смерти» была, да. То есть поочерёдно всех обыграли. Ну, то есть вот Николай в каждой игре до финала не пропускал больше одного мяча. А поскольку мы с Николаем давно уже знакомы и дружим, ну, вы не подумайте только, что по дружбе достался этот трофей. Николай всегда говорил, я больше одного не пропущу, а вы больше одного забейте, и мы победим. Это, кстати, хорошо. Я гарантия, да. Да, и так и получалось, что команда очень ответственно и грамотно играла в обороне. А там, где не хватало сил ребят, потому что у нас достаточно возрастная команда была, на последнем рубеже спасал Николай. А все болельщики на трибунах на это обратили внимание. И даже никого не нужно было даже спрашивать. Да, из участников команд там болельщики аплодировали стоя. Ну, я так понимаю, что всё-таки, когда ты немножко как имитировавший футбол, смотрю, что счёт-то у нас 5-3 в финале. А, в финале? Да. Как? Чё случилось-то? Ну, ничего не случилось. В финале силы закончились. На самом деле у нас был... А кто виноват? Кстати, тоже сейчас мы забудем уже всё. Нет, в финале... Кто виноват обычно в пропуске мяча? Нет, смотрите, я всё объясню. У нас был очень свечённый состав, на самом деле ветеранский. И если первые игры мы играли до финального матча, мы играли грязное время. То есть продолжительность игры была 40 минут. Понял. То финальный матч... Ну, только обречённый время. Полтора-полтора часа. Свисток, свисток. В два раза больше. В два раза больше. Ну, это же большой педис какой-то, да? Ну, это да, в два раза больше нагрузка, соответственно, ну, не выдержали ребята в конце. Пропустили мы первый гол, по-моему, за минуту до конца. Ну, мы повели в этом матче. 1-0 вели, и первый гол пропустили за минуту до конца. Ну, тяжело ребятам было. Мы играли буквально, ну, за 10 минут до конца у нас команда встала. Ну, всё равно, вы просто время нас поджимали. Вы, проигрывая 1-3, сравняли. Сравняли. 3-3. Вот это прям Лига чемпионов у нас сейчас такая была. У нас же бывают случаи, что комбэк. Все говорят, два мяча, не будем называть командой, чтобы никого не забьют. Да никогда они не забьют ничего. А некоторые сравнивают, и ещё два мяча забьют. А тут получилось наоборот. Вроде бы сравняли, и тут появилась надежда, и потом опять плюс два. Да, и появилась надежда, и из-за этого произошла небольшая ошибка. Потому что люди все поверили, и из-за этого обрез там. Ну, зал, так называется у нас кубок, который проходил. Зрители, какая, как у нас говорят, послевкусие? Чего говорили? Начнём с вас. Как понравилось им? Ну, я вам скажу, что на финальный матч собралось достаточно приличное количество зрителей для такой большой арены. И для меня, как для человека, который организовывает, скажем, такие турниры... Это хорошо, конечно. Да, да. Для меня важно мнение наших ветеранов. И они с огромным удовольствием приходили на такой вид спорта, который, в принципе, им, ну, не так знаком, да, как классический, уважаемый там футбол. И они с огромным удовольствием собирались с большими компаниями. И когда они уходили, жали руку, говорят, это прекрасный финал, прекрасный турнир. Получили удовольствие. Борьба. Да, да. Ну, мы же играем не только для себя, да, и получать там какие-то там бонусы и победы. Мы в том числе играем для болельщиков. Но, так сказать, репутация турнира... Тоже дает вас не знать, потому что есть болельщики. А, Николай, а вот когда наверняка же слышали, вот там, я не знаю, пропустил, что-то же... Или вы выключаете этот звук? Рядом же там могут что-то только... Нет, когда поймал, то это все, это со святой человек, все, это нашим силам. Сейчас мне редко кто-то так может крикнуть. Но бывало время, что на установке тренер говорил, что воротарь, не воротарь, про меня. Ну, всякое бывает. Всякое бывает. Конечно, всякое бывает. Но вот сегодня публика, вы чувствуете эту поддержку, что вот, особенно когда там сравняли, то есть какая-то идет энергетика к вам? Ну, конечно, идет энергетика. Ну, от болельщиков, от поддержки, конечно. Чувствуешь-то все, ну и чувствуешь команду, конечно, уже с таким опытом, как у меня. Чувствуешь команду, чувствуешь нить игры. То есть ты понимаешь, что когда-то... Ну, это, наверное, похоже, это немножечко... Ведь игра, это же игра. Это игра. Вот, это тоже небольшой театр такой. И бывает, когда люди ставят постановку, да, много лет, одно и то же. Вот сегодня она прошла прекрасно, завтра все то же самое, все те же самые игроки. И что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Вроде как все должно быть, а пошло не так. Поэтому, наверное, в этом и прелесть, в том числе футбола, что зритель идет... Даже если он уверен, что его команда, например, проиграет, такое бывает для молодых команд. И вдруг она выигрывает, зритель сходит с ума. И наоборот, когда проиграет, я помню, как еще в советское время, чемпионат Советского Союза, когда за 10-15 минут люди принципиально вставали и уходили, чтобы показать свою фе, что же вы проиграли. Поэтому это такое большое зрелище. Очень большое. Оно вам доставляет удовольствие. Ну что, нам остается пожелать вам удачи. А последний вопрос Сергею Владимировичу. Какие планы-то у нас на будущее? Есть какие-то футбольные весна, лето? Ну, буквально час назад у нас прошла федерация, было общее собрание членов федерации. И мы как раз утвердили уже даты летнего футбольного сезона. Нас ждет первенство городского округа Люберца среди детских и юношеских команд, мужских команд. Мужских команд 35 плюс мы в этом году по просьбе команд организовали. Супермужских команд. Да, да. Ветеранских команд, естественно, да. То есть четыре уже получаются. Да, четыре направления у нас основных. Ну и плюс к тому, у нас много команд, которые принимают в областных соревнованиях различных групп. Ну, то есть график такой плотный. Да. Летний сезон всегда насыщенный, всегда интересный. Готовим поля к сезону на всех наших стадионах. Инструментарий. Как обычно. Да. С граблями там стоять и все пропадать. Да, как положено. Посевные работы, удобрения и так далее и тому подобное. Поэтому всех приглашаем в новый сезон, в новый большой летний сезон. На футбол. Я думаю, да, он будет интересный, насыщенный на события. Вот. Поэтому приходите, играйте в футбол. Будем разы вас видеть на наши стадионах. Потому что это всегда помогает не только вам, даже сидя, ничего не делая, получать удовольствие. Но это помогает и игрокам, которых это заряжает. В том числе. Спасибо вам большое, что пришли. Пожалуйста. И показали такой красивый кубок. Сергей Владимирович Стреколовский. Руководитель футбольной федерации городского округа Рюберцы. Мастер спорта международного класса Николай Владимирович Безрученко. Вратарь футбольного клуба «Торпеда». Лучший игрок кубка городского округа Рюберцы по футзалу. Самое свежее, так скажем, его звание. Ну и как выяснили, что до этого уже не вспомните, в скольких командах, если все вместе собрать. Ой. Да. То есть игрок многостаночник, скажем так. Спасибо вам большое. Ждем летнего сезона, который фактически уже в марте начинается. Потому что погоды такие стояли. Ну а это программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»